Сегодня появились новые свидетельства, разоблачающие версию Киева о снайперах на Майдане. Журналисты крупнейшего немецкого телеканала АРД нашли свидетелей, которых украинская прокуратура игнорирует. Журналисты после консультации с экспертами по баллистике сделали вывод. Протестующим стреляли в спину со стороны, откуда меньше всего ждали удара. Дмитрий Петров изучил новые факты. Несколько недель журналисты немецкого телеканала АРД собирали факты. Их выводы полностью противоречат версии украинской генпрокуратуры. Вот один из героев передачи, активист Майдана, некто Мыкола. Он говорит, что тоже участвовал в штурме на Институтской и хорошо видел, что по их нестройным рядам несколько раз стреляли сзади. 20 числа в нас стреляли из гостиницы Украина, с 8 или 9 этажа. С 8 или 9 этажа? Да, в любом случае, с самого верха. Это были наемники, в любом случае профессионалы. Ошибаться он не мог. В те дни гостиницу Украина полностью контролировали митингующие. И попасть в здание можно было только с их ведома. Несколько номеров арендовали иностранные репортеры. Снятое ими видео с документальной точностью фиксируют, что по наступающим демонстрантам с тыла ведется даже перекрестный огонь с нескольких точек. Этот выстрел был сделан сзади слева, примерно из района Октябрьского дворца. Но один из нападающих уже успел понять, что до этого по ним несколько раз стреляли из гостиницы Украина. И с ужасом смотрят туда, где притаились убийцы. Неужели снайперы свои? Найти доказательства не так сложно. Все входные отверстия на деревьях со стороны Майдана. И почти ни одного со стороны Банковой улицы, которую и оборонял Беркут. Простая баллистическая экспертиза, лазерная указка, если направить ее по пути полета пули, упрямо упирается в верхние этажи Украины. Генпрокурор, член националистической партии «Свобода», всего этого словно не замечает. Кто принципиально виновен в снайперских атаках? Тогдашний президент Виктор Янукович, бывший начальник управления делами и бывший министр внутренних дел Захарченко. Вы ведь знаете тоже, что были снайперы с отеля «Украина». Мы это расследуем. Вернее, мы это не расследуем. Именно так правильно перевести с чиновничьего – такой ответ в такой тональности. Наверняка не захотят новые киевские прокуроры расследовать и свидетельства грузинских специалистов военного дела. По их сведениям, снайперов для Майдана готовили вот на этой базе «Лило», что недалеко от Тбилиси. Нам точно известно, что этих четырёх снайперов подготовил Департамент Конституционной Безопасности Грузии, и они числились в их спецназе. Подготовку проходили на военной базе «Лило». Задание они получали прямо от Саакашвили – убивать людей. Генералу Циталашвили стыдно за своего бывшего президента, который опустился до того, что лично спонсировал убийц и засылал их на братскую Украину. Это были снайперы из разных стран, и в том числе четыре человека были направлены в Киев из Грузии. Это те снайперы, которые до сих пор подчиняются Саакашвили. Этим снайперам платили и платили достаточно много. Для них нет ни Родины, ничего святого. Генерал обещает заявить об этом в грузинскую прокуратуру, а фактов и доказательств в причастности грузинских снайперов к событиям на Майдане у него достаточно. Дмитрий Петров, Вести.